Реди. Гоу. Опа. Не какой-то зашквар. Ей надо пользоваться. Пользоваться веревкой надо. Ничего. Нет, терять нечего. Это им переживать надо. Чувствую то, что он подгребает. То есть моя задача, взори на локоть, локтем подъехать к себе. Денис у нас не совсем среднестатистический человек. Он очень здоровый. У него широкая кость. Он уже включился, борет меня. Елки-палки. У него уже надо куда-то деть энергию. На прошлой неделе мы привезли в зал Денису Ивановичу курс из 24 кисломолочных напитков «Актитан». Пробовал я. Неделю пил. Единственное, может быть, не получалось 4, но 3 бутылочки в день выпивал. Вроде наклеечки разные. Утро, обед, вечер, ночь. Думал, в чем прикол. По вкусу тоже одинаковые. Но там, оказывается, жирность разная. Там какие-то моменты есть, которые вот разные. «Актитан» – это кисломолочный напиток с отличным составом. Он положительно влияет на ЖКТ, повышает уровень тестостерона и способствует жиросжиганию. «Чувствует себя хорошо, в желудке, в общем, легко и непринужденно». Чтобы получить максимальный эффект, нужно пропить курс из 24 бутылок по 4 раза в сутки в течение 6 дней. «Я такие вещи, в принципе, употребляю, уважаю, потому что они действительно работают, помогают на ночь. Легкость чувствуется однозначно». А еще «Актитан» отлично бодрит. Это лучше, чем травиться энергетиком. Мы угостили и других ребят из нашего клуба «Актитаном». Скоро узнаем, как их успехи. Купить «Актитан» можно в магазинах сети Азбука Вкуса или на Купере по ссылке в описании. А еще мы продолжаем конкурс на лучшую трансформацию тела с «Актитаном». Закажи недельный курс по ссылке в описании. Покажи свою трансформацию за неделю. Обладатель самых лучших результатов станет героем выпуска в одном из следующих видео. Заказывайте недельный курс 24 бутылки и становитесь здоровее. «Ром, ты свадьбу фоткаешь? Можно обращаться? Свадебный фотограф?» «Ром, ты свадьбу фоткаешься?» «Ничего, как Дмитка делает успехи?» «Небеса хорошие. Сейчас упражнения поделали. Новые, которые я с ним не делал. Нормально. И плюс в интернете смотрю, постоянно выкладывают ролики. Видно то, что загорелся. Желание есть у него. Я говорю, время надо теперь, время. Чуть-чуть надо вот именно технически правильно выполнять упражнения, заточенные по «Адварестлингу». Потому что где-то теряется. Мы выяснили в прошлый раз, что у него крепкая левая. И у Рома малыша крепкая левая. И сегодня Рома приехал. Как будто бы может быть интересно. Ну, как будто будет интереснее. Потому что Рома чуть-чуть техничнее. И буду, если что, тормозить поединок. Потому что, возможно, будут такие ситуации, где Гюльша не готов учиться. Если он будет все правильно, делайте без опасений для травм. Будет интересно. Сейчас покажу еще спину. И крути кисти. Кисти крути, разминаю ее. Все одновременно делаешь. Спиной больше. Туда затягивают. За спину. Локоть. Вот. Вот. Чтобы у тебя все. Я так люблю разминаться. Ты прям вот. Видишь? Тебе разминают. Тебе пальцы тоже разминают. Ты мне не делаешь это движение. Давай. Ого. Нет, ты лучом делай. Ого. Научусь. О май гад. Да, жестко. Ты натяжку делай. А ты резко не стартуй. Куда мне тут резко стартовать? Мне тут не проиграть бы за секунду. Не стартуй тоже. Не дай бог. Кисти. Кисти. Ого. Реди. Гоу. Опа. Говорю, не резко не делай. Я что-то не ожидал. Ну, проиграл. За всех обманул. А, так это план. Я понял. Я думал, я вообще медленный. Ребята, извините. Я думал, я сегодня медленный. Есть, есть, есть. Реди. Гоу. Видишь, кисточка. Блин, это не опасное положение. Да. Это я торможу. Тридцать, пока мы не боремся. То есть, надо вот здесь вот отрабатывать. Кис сразу отдаешь. То есть, видно то, что играет. И плюс еще все-таки луч, луч, луч. То есть, ты им должен пользоваться. Ты сейчас им не пользуешься. Ты лезешь в его комфортный угол. Фу, мокрый. Кто? Не я же. Скажи. Вот, он даже не борется, посмотрели, но борется правильно. Вытягивает его перед пальцем. Хорош, хороший. Мой блядь, спина. Тисть, тисть. Прям надо усиливать. Ой, хорооо. Ладно? Реди. Гоу. Вот, вытягивает. О, о. О, отлично. Вот, это вот и вытянул. И все сделает хорошо. Единственное, единственное, не пытайся тридцепсом продавить. Пытайся падать ниже. Ты уже залез. Тоже неплохая техника, но это равно опасно. Надо к этому быть готовым. Ты влез, влез, все технично. И раскрою. Реди. Гоу. Опять. Пошел, не понял, как я. Сам прошел, отдал его. То есть, ты уже здесь почти вытянулся. Но тебе показалось, что если ты сейчас туда вот нырнешь, то будет лучше. А он же отберет. То есть, ты ему сделал подарок. Ты вот здесь в этом положении был и почти ему вскрыл кисть. Да? То есть, чувствуешь то, что я поддавливаю и начинаю, тебе тяжело. Твоя задача, как открывашкой всковырнуть. То есть, локоть наоборот на меня пошел. А рука под себя. Локоть еще ближе. И ты так, как бы, заезжаешь туда. Внутрь. Да, еще ближе локоть. Локоть ближе ко мне. О! То есть, делаешь угол максимально короткий за счет проезда. Вот, дай руку. Не напрягай. Не напрягай. Вот, я держу. Вот, да? Чувствую то, что он подгребает. То есть, моя задача, углали на локоть. Локтем подъехать к тебе. Вот таким вот образом. Реди. Гоу. Хорошо, ну, а ты видишь, что туда пытаюсь задействовать. Мушеромом? Нет, это уже. На морально-волевых уже у меня. Два пальчика работают. Судриф мучаются в этом зале, постоянно нагружают. Сначала заставляют подымать жилетки, возраст бороться. Ну, да, есть такое. Ну, на самом деле, что, крепче стану? Честно говорю, у меня просто сегодня очень устали руки. Очень устали. Очень кисти устали. Еще тренировка такая. Такая прям все вот на предплечье. Ну, в целом, вообще болят руки. Ты-то в варп погрузился вот только-только. Какие ощущения испытываешь? Приятно болевые. Приятно болевые, да. Ну, приятные. Больше приятные. Вот, так что вот так вот. Ничего, нет, терять нечего. Это им переживать надо. Это точно. Закрыли. Реди, гоу! У него пальцы покрепче, конечно. Ну, есть связка для этого. Ну, тоже едет. Ну, не отдает, но он... Не отдает, но он прям... Ну, плюс, минус равны по силам, ребята. Нет, нет ошибки? Ну, вот я прям, честно-честно, почувствовал, попробовал, как бы, я даже не понимаю. Вот прям, будет интересно. Прям вот, вот здесь вот в углах, как бы, оба хороши. Вот здесь вот будет решаться исход. Ну, здесь вот здесь вот... Вереха тоже пользоваться надо. Вереха, это... Вереха, это не какой-то зашквар. Нет, вот это зашквар, да? Я не захочу... Ни какой-то зашквар. Ни какой-то зашквар. И надо пользоваться. Пользоваться верехой надо. Оно вроде не отключается сейчас, но тогда поехали, но я своим давлением все равно вы теряетесь, вы держитесь, но если вы будете атаковать, вы сами поедете, то есть мы просто сейчас включили сверху и тянем друг друга, если сейчас пойдешь атаковать, то здесь ты встроишься где-то в этом положении. С открытия клуба еще ничего такого не провели, именно с открытия, там где вот эта вся будет связь клубная и происходящего вокруг. Сейчас вот наверное первая поездка наша будет в Воронеж, там вот как мы обещали, победителей группу добавили, для того чтобы все равно нужно рассказывать, рекламировать группу, да, люди неохотно идут конечно на какую-то материальную составляющую, никто не хочет платить за какую-то пустую, да, там болтовню, но на самом деле весело, интересно, плюс еще всякие допники, это вплоть до выступления ванфайта. Вот сейчас все участники клуба могут прийти на пресс-конференцию, часть из них может прийти на турнир, как будто вы тоже плюшки какие-то, которые вот-вот ребята уже получили. Я же говорю, то есть у нас с момента открытия ничего такого еще не было, вот сейчас есть пресс-конференция, арматура, если ребята потянутся, которые уже в клубе, то есть уже будет у нас какое-то взаимодействие, будет общение и интерес, да, в дальнейшем может быть опять же на пресс-конференции будут задаваться вопросы дальнейшего развития, может кто-то чем-то там подскажет, поможет, в целом я вижу то, что нам надо еще вот над этим поработать до Нового года, вы увидите вообще, что происходит, как развивается арматура, потому что, ну, по-честному, по-честному, то есть у нас просто планировались турниры, нас уже зовут на какие-то дополнительные турниры в качестве гостей, ну, с организаторов, допустим, сетки и партнерства, да, то есть всем интересно обычный турнир замкнуть, завершить армфайтами с арматура, то есть всем эта история нравится, все понимают, кто там борется, опять же, можно договариваться с любыми спортсменами, те, которые уже есть в данном клубе и в руки, да, и организаторы охотно идут навстречу, что ему сказать, и у нас как бы поездок уже планируется до Нового года, тех, которых мы не планировали, наверное, 3-4, да, подписывайтесь, ссылки, ну, у меня в Инстаграм, выкладываю в Ютубе, в описании, поэтому всегда рады, тренировку сейчас идем к зубному в Тверь, к Никитосу. Зубного врача, короче, у Никиты Борисовича познакомились мы года 3-4 назад, у меня там как раз после операции накололи мне антибиотиков всяких, и, короче, посыпались зубами, в итоге он предложил помощь, я начал к нему ездить, он мне сделал все, что можно было сделать, ну, и, короче, подружились мы, в итоге теперь я тут частенько бываю, просто, ну, не в поликлинике, просто гуляю здесь в Твери, бывает. Была произведена некоторая работа, и, но он не дает мне доделать все до конца, потому что за многое переживает, надо уже устанавливать несколько имплантатов, вот, но я надеюсь, что в ближайшее время он созреет, вот, я его уговариваю на всякие разные обследования и лечения, вот, но он все чаще начинает прислушиваться, это радует, но рестораны мы не пропускаем. Верхняя челюсть у него как будто плотно-плотно, а внизу зубыщий, поехавший, это генетика такая? Ну, скажем так, что Денис у нас не совсем среднестатистический человек, он очень здоровый, у него широкая кость, он огромный, так скажем, при этом также и череп у него достаточно крупный, у него есть тремы, диастемы, просто из-за того, что челюсть больше нормы, вот, а так у него, в принципе, зубы с рождения, я думаю, такой формы и с такими же, и с такими расстояниями, поэтому он просто к этому привык, и нужно работать в его естественной окклюзии, так скажем. Денис, глазки открыли? Я открыли. Возвращение стоматологических услуг. Сейчас мы работаем, сейчас стоматология непростая. У нас, например, в клинике работают 6 врачей-стоматологов, и все они разной специализации. Она делится на сегменты, есть стоматология хирургическая, терапевтическая, ортопедическая, ортодонтическая, детская и так далее. Это разные подразделения, и когда над тобой работают 3-4-5 врачей, подход комплексный, и тогда получается результат. Есть такая же сфера, которую мы углублены, это эстетическая стоматология. Это именно создать красоту, эстетику и функцию немаловажно. Вот, поэтому мало сейчас быть просто стоматологом, делать какие-то пломбочки или чистки или выдирать зубы, как это любили говорить раньше, нужно создавать красоту, делать эту красоту функциональной. Тогда ты будешь на хорошем уровне. У меня две клиники. Одна клиника находится в Твери, вторая клиника находится в Тверской области. Мы предоставляем все виды стоматологических услуг. Я уже перечислял. Хирургия, ортопедия, ортодонтия, терапевтическая стоматология. Многие пациенты, точнее, наверное, 60-70% пациентов нашей клиники это приезжие гости из двух столиц. Это или Москва, или Питер. Потому что Тверь находится, во-первых, очень рядом. Буквально час езды от химок на машине, или 50 минут на сапсане, или час 20 на ласточке, и вы уже здесь. Экономия в стоматологии колоссальная. Причем в Твери база стоматологии очень сильная, потому что у нас одна из лучших в России медицинских академий. Упускники достаточно талантливые. Но это для Дениса зубы явно. Это зубы Дениса в будущем. Это ортодонтический протокол. Его такой формат создал наш ортодонт. И мы всем пациентам, которым делаем работу на элайнерах или на брекетах, предоставляем раскладку. Мы сюда подкрепляем снимки, какие-то случаи, которые есть у пациентов. И делаем такую доскональную работу, что показываем, как будет выглядеть работа, какими материалами будет использоваться, и что пациента ждет в будущем. То есть пациент заранее получает уже готовый результат, и он видит то, к чему мы стремимся. То есть в машину времени. Да, да, да. Мы сейчас уже можем фактически показать те зубы, которые у человека будут через год или полтора, допустим. Поэтому это очень удобно, и пациенты нам доверяют. Здесь, Ванк, вы что играете? А покажите, как это выглядит. Отсюда не видно. А как ты на кнопки нажимаешь? Да, все сразу. В общем, заехали в гости к Никите, полечили зубы, договорились о его поединке. Опять же, в арматуре затянули его к себе в ловушку. На самом деле, он пробовал в прошлом году, у нас тут были сборы кубикинистых. Он пробовал, у него все получается. И на кону, на кону, вот, кто его выиграет, он ставит зубы. Поэтому, ребята, без зубы, короче, обращайтесь. Посмотрим, насколько будет сильный соперник. Без зубы, обращайтесь. Без зубики, обращайтесь. Конечно, готов. Он спортсмен, и, понимаешь, он скучает именно по... Где-то выплеснуть эту энергию. Все, молчу. Денис говорит, что сила есть. Тем более, с таким другом, когда такое плечо поддерживает тебя, я думаю, что многое может получиться. Хочется, конечно, победить достойного соперника. И можно рассмотреть и поставить на кон что-то ценное. Поэтому буду от вас ждать каких-то предложений. Он, видишь, он уже включился, борет меня, елки-палки. То есть, у него уже вот надо куда-то деть эту энергию. Мы найдем ему достойного соперника. Он зубы вставляет. А если он выиграет, я не знаю, что ему вставляют. Я с того человека буду спрашивать. Вроде у него все есть. ПО-СМИЕ П Yale Египет Продолжение следует...